С каждым годом детей с аутизмом в мире, в частности в нашей стране, становится всё больше. Учёные-медики имеют множество предположений о возникновении данного нарушения, но до сих пор не выявили закономерности, либо причинно-следственных связей от национальности уровня образования родителей, места проживания и других факторов. Сегодня аутизм ставит множество вопросов, ведь его носитель может демонстрировать как задержку развития и нежелание идти на контакт с окружающими, так и гениальность. Об этом шла речь и на курсах «Основы аутизма», которые прошли в нашем городе. Я думаю, что не существует двух одинаковых детей с аутизмом. Каждый такой ребёнок требует индивидуального подхода. Мы можем говорить об этом, поскольку имеем опыт работы с такими детьми более 14 лет. Я убеждена, что с детьми, у которых есть подобные нарушения, должны работать люди со специальной квалификацией, особым подходом, большими знаниями и умениями. Работа с детьми, которые имеют нарушения – это всегда призвание. А с детьми, с аутизмом – призвание исключительно важное и сложное. Анна Хвалок – президент Ассоциации «Спольный свят». Она стояла у истоков создания организации и сама изучала проблему аутизма буквально с нуля. А сегодня, когда уже есть большой опыт и практические наработки, она и другие сотрудники уже не впервые посещают наш город и проводят курсы, цель которых – передать свои знания коллегам из Бреста. Развитие приграничного сотрудничества в оказании помощи людям с аутизмом на польско-белорусской границе по программе «Трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020 годах». Именно в рамках этой инициативы в нашей школе был организован курс, обучающий основы аутизма и методы работы с людьми с аутизмом. Этот курс для нас читают наши польские коллеги из Ассоциации «Спольный свят». Они в ходе четырех дней будут делиться своим опытом по работе с такими детьми с расстройством аутистического спектра. Мы делимся с нашими коллегами нашими методами работы, рассказываем про аутизм, про наш опыт в работе с детьми и молодежью с аутизмом, говорим про аутизм как таковой, но и про методы, которые научно оправданы, про поведенческий метод, который употребляем у себя в центре, про эффекты нашей работы и надеемся, что наши коллеги такими же методами будут работать. А применить эти знания брестские специалисты могут буквально через пару месяцев, когда будет завершена реконструкция здания ресурсного центра на базе вспомогательной школы. Здесь планируется комната сенсорной интеграцией, кабинеты арт-терапии, психолога и индивидуальной работы. Все это станет возможным по окончанию реновации. Реконструкция этого здания, достаточно старого здания, проводится силами компании «Продом», только нашими специалистами, был выполнен большой объем строительно-монтажных работ. В ходе строительства часто возникали дополнительные работы, которыми мы с проектной организацией и заказчиком, городским уксом и администрацией Ленинского района достаточно успешно преодолевали. Сдача объекта запланирована на 1 сентября. Времени не так много, но надо успеть к новому учебному году. Ведь дети с аутизмом очень нуждаются в специализированном подходе, который здесь им будет гарантирован.